Илона Вера к моему посту о вороватом маршрутчике высказала тезис, с которым я хочу категорически поспорить. Если люди уважают собственные решения, то есть решения, которые они принимают на выборах в депутаты городских советов, в Думу, в парламент, если они уважают решения тех депутатов, которых они выбрали, другими словами, если они законопослушны, если они следуют определенному, установленному для всех и косвенно ими самими порядку, то глупый закон долго не просуществует, его придется изменить. Любое неправильное решение, нежизнеспособное, его можно изменить. Если же люди не уважают собственные решения или даже пасуют, если они не уважают решения людей, которые поддерживают порядок в городе, в государстве, если они каждый раз выкручиваются, если их не устраивает какой-то закон, они его обходят, и в таком случае глупость законов компенсируется необязательностью их выполнения, то это совершенно бесперспективная, безысходная ситуация. Ситуация Зимбабве, ситуация малоразвитых стран, где только видимость существует государства, видимость порядка, видимость демократии. То есть, если обходить законы, вместо того, чтобы эти законы менять, а еще раз повторю, для того, чтобы закон изменился, ему нужно следовать. Нужно строго, жестко следовать закону. Если закон приводит к разорению, к тому, что в данном случае, конкретным маршрутчикам, невыгодно работать, и все это останавливается, закон меняется. А вот когда начинаются вот такие вороватые замутки, извините за сленг, то противно и неуважение ко всем появляется, и к тем-то принимает как бы ответственное решение на уровне государства или города, и к тем, кто его исполняет, и к тем, кто пользуется этой службой. И особенно меня возмутил тезис Илоны Веры, вернее, не тезис, а такой риторический прием, демагогический. Побывали бы вы в шкуре этого маршрутчика, да? У Достоевского, не помню, он рассказывал реальную историю, по-моему, этого братья Карамазовых было, не помню. Или он рассказывал анекдот, собственно, в этом же романе выдуманный, как однажды судили человека, который убил шестерых, и адвокат, исследовав жизнь этого убийцы, обнаружив, что у него дети, что он бедно жил, в своей защитной речи сказал, кто бы на его месте поступил иначе. Илона, люди на месте этого маршрутчика поступают иначе. То есть другие маршрутчики такого не делают. Я в Бендерах первый раз вообще с такой наглостью столкнулся. Первое. Второе. У всех есть затруднения, почти на всех должностях, не только у маршрутчиков, у кондукторов-троллейбусов, у всех, у кого есть возможность воровать, и низкая зарплата, всегда есть соблазн. Но воруют не все. Поэтому этот тезис «Среда заела, не мы плохие, жизнь плохая» совершенно не состоятелен.